Провитание, поважанные подписчики канала Процветок. С вами Вольга Дуброва. Что делать с клематисами? Как за ними ухаживать? Клематис такой же прожорливый, как и роза. И за ним надо просто ежемесячно от начала вегетации начинать уход. Ботаники собрали клематисы по группам. И эти группы немножко отличаются по срокам вегетации, по срокам цветения и по концу вегетации. Поэтому обращайте внимание, когда вы приобретаете клематисы, к какой группе они относятся, как их надо обрезать в конце сезона, на каких побегах они цветут. Например, жакманы, витицеллы, их надо обрезать. Флорида не надо обрезать, они будут цвести на побегах прошлого года. Обращаем внимание. Затем уход будет отталкиваться от принадлежности группы и от условий, в которых произрастает клематис. Что любит клематис? Клематис любит, чтобы место было солнечное, но при этом не любит, когда у него, особенно в южных регионах, пережариваются корни. Поэтому необходимо применять мульчирование. Но применять мульчирование надо не только в южных регионах, но и в любой другой зоне. Потому что будет лучше сохраняться влага, не будет корки, не будут активно расти сорняки. Вы об этом уже знаете давно. И клематис любит почву, чтобы у нее показатель PH был от 5-6 до 7. То есть так вот примерно нейтральная почва и близко к щелочной. Но не всегда у нас есть возможность узнать. Некоторые не знают эти растения, которые сигнализируют, как они выглядят, о том, что почва там кислая или наоборот нейтральная. Поэтому никому из клематисов не повредит подкормка известковым молочком. Известковым молочком будем проливать дважды в сезон. Это будет в июле, в период цветения, возможно, уже или будут бутонизации, смотря к какой группе относится клематис. И где-то в середине сентября, когда мы будем готовить клематис плавно к отдыху его. И тогда же в сентябре, помимо известкового молочка, пролейте еще каким-нибудь препаратом меди. Для того, чтобы ушел в зиму здоровым и вышел тоже желательно здоровым. Итак, весной мы подкормили, когда начало происходить отрастание, может там позже, раньше, это примерно апрель месяц, мы увидели, что пошло отрастание клематиса. И мы подкармливаем его, естественно, для старта каким-либо азотным удобрением. Берем самое простое и надежное, это будет мочевина. В зависимости от возраста вашего клематиса, это будет либо 1 грамм на литр, либо 10-20 грамм на 10 литров воды. Размешиваем и проливаем. После того, как пролили, мы на следующий день поверхность почвы немножко рыхлим и мульчируем для того, чтобы все это там сохранялось. Если растение уже большое, все клематисы, они отличаются хорошей силой роста. Побеги достигают 3-3,5 метра, у некоторых даже и 4 метра. И поэтому надо за ними ухаживать и кормить. И если растение уже взрослое, то корневая система, его расположена у клематиса вообще в 20-сантиметровом слое, то можно сделать либо отверстие проштыковать аккуратно, либо вкопать туда какой-то горшок, может быть трубку с отверстиями насверлить по радиусу, и проливать в эту трубку, чтобы влага поступала и задерживалась в нижних слоях. А потом она будет поступать, естественно, по капиллярам вверх. Ну вот наступает май месяц, май месяц, июнь месяц. Для любой группы это активный рост, активное наращивание листовой массы. Видите, какой это уже стоит весь из себя красавец. И поэтому требуется еще больше подкормки. Вот мы уже дозу мочевины увеличим до 20 грамм. Ну это столовая ложка, либо спичечный коробок, кто чем любит отмерять. Снова же на ведро воды, снова поливаем. И немножко шевелим нашу мульчу, которую мы заранее уже посыпали, для того, чтобы она верхний слой ее подсох, тем самым защищал от излишнего испарения и задержки влаги там. И тут мы наблюдаем, если мы не знаем, какой группе принадлежит клематис, что с ним происходит. Начинается ботанизация, значит мы добавляем еще к основному азотному удобрению, добавляем комплексное удобрение. Рекомендую вам обычную нитроаммофоску. Во-первых, и цена хорошая, экономичная, и состав очень даже хороший. Как правило, стандартная нитроаммофоска содержит 16-16-16 азотнофосфорокалия. То, что надо. Калий находится там в серно-кислой форме, поэтому это очень хорошо для растения. И его мы насыпаем 40 грамм. 40 грамм, 2 столовые ложки или 2 спичечных коробка, снова же на ведро воды. Почему я акцентирую на ведро воды? Можно и просто рассыпать вокруг, по поверхности. Но много корней находится в верхнем слое почвы. Мы можем тем самым навредить. Ну и вообще, как всегда, подкормки проводятся как? Сначала проливаем, потом посыпаем, потом заделываем. А когда мы размешиваем в воде, то сразу же поступают к корням растворенные питательные вещества. Не забываем, что, как и розы, клематис любит органические подкормки. Какие органические подкормки, какие вы можете ему предоставить. Хоть кофейной гуще можете его кормить. Стандартное это коровяк, куриный помет, либо настой трав каких-нибудь. Что такое настой? Это, конечно, скорее можно назвать брашкой, а не настоем. Потому что мы туда кидаем крапиву, одуванчик, какие-либо еще сорняки. Но главное, чтобы там не было семян. Добавляем туда на 10 литров полтора стакана золы и поливаем. Но перед этим мы же должны все это, чтобы оно забродило, как и коровяк, как и куриный помет. Это вы знаете, задерживаться не буду. Куриный помет 1 к 15, одна часть рабочего раствора. Коровий настой, одна часть нашего настоя и 10 частей воды. Ну и если это травяной настой, то берем пополам, размешиваем зола, поливаем и чередуем. Подкормок для клематиса в период вегетации должно быть обязательно 2 в месяц. Если больше, то же хорошо. И мы чередуем органические и минеральные, что у кого есть. Потом мы смотрим, началось цветение. Во время цветения мы добавим немножко чего-нибудь фосфорного, усилим, чтобы его уже было не 16, а где-нибудь там 20-30, для того, чтобы активизировать цветение. Ну и дальше смотрим. Значит, если наши клематисы бывают такое, что и в августе месяце, они еще, некоторые сорта вполне себе цветут, значит, мы сохраняем обычную стандартную подкормку, то есть та же нитроаммофоска и чередование каких-либо органических подкормок. А если мы видим, что в августе месяце, и мы знаем про свой сорт, то что он, все, он уже завершил свое цветение, значит, мы убираем азот и оставляем только фосфорно-калийное, чтобы побеги смогли окрепнуть и подготовиться к осени и, естественно, к зимнему периоду. Иногда бывает, что мы приобрели клематис, посадили его, и даже на второй год он такой вот заторможенный. Либо молодое растение, то есть оно, вот тут росло у нас уже, там какой-то, может, укорененный черенок. И вот нам не нравится, что он как-то квело очень выглядит, листики не совсем характерного цвета. Тогда надо его простимулировать, независимо от того, это делаете вы в июне, в июле. Значит, надо его пролить азотным удобрением и подкормить органикой. Можно добавить той же завы. Бывает еще так, что вроде бы все делаешь, а итога результата не наблюдается. Это все потому, что у нас что-то не так с почвой. Значит, обращаем все-таки внимание на нашу почву. Если повышенная кислотность, значит, вот наши эти добавки из вискового молочка, они будут спасать. Не забывайте про это. Если ничего, эти процедуры не проделывать, не ухаживать за нашим растением клематиса, то да, он будет цвести, но со временем цветки его будут мельчать, длина побегов укорачиваться, обильность цветения сокращаться, листья будут бледенеть, и потом мы просто не сможем наслаждаться его красотой. Поэтому ухаживайте за клематисами, помните все эти вот мои рекомендации, и он вас порадует своим пышным цветением. Всего хорошего, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова